Движемся. Что будет с вами после санкций, либо сгорите, либо возвыситесь, это все мы узнаем из фильма. Расскажет руководитель, точнее президент Ассоциации фермеров Аккор Владимир Башмаченко, который написал две книги «Возрождение фермерства в России», а потом вторую книгу «Подрезанные крылья фермеров России». И он будет рассуждать, почему он так считает. Пробежимся по информационной политике. Первым делом, в общении с Центром, я бы вам советовал изучить наш устав. Что мы обязаны по госзаданию для вас делать на коммерческой, либо на некоммерческой основе. Устав ввестит у нас на сайте о сведениях об образовательной организации. Второе. Обращу внимание на самое важное, что есть у нас на сайте. Рубрика «Научная техническая библиотека». Дальше. Раздел 14. И в нем разработки научно-исследовательских работ по заданию «Минсельхоз России». Эти задания формируются из потребностей АПК, которые формулируют «Минсельхоз». «Минсельхоз» дальше дает поручение, дает выделение средств вузам, они разрабатывают те или иные темы. Ну вот, например, мы скоро повесим за 15-й год, за 14-й год, смотрим те темы, которые у нас есть. И если вы у нас запрашиваете, мы обязаны вам их выдать. А это детально просканированные, изученные темы. Вот поэтому они хороши. Другая информация у нас на сайте собирается с выставок. Но что такое выставки? Это коммерческие предложения, те или иные, где вы можете также посмотреть. Но это не такой авторитетный, в общем, да, как научно-исследовательские работают. Что касается пиара. Многие сегодня говорили, нужен сайт. Мы также можем способствовать вам в этом. Продвижение продукции по сайту – это очень важная вещь. Вот яркий пример. Олег Сирота, фермер из Московской области. Сам лично пиарится, где только может. Ведет живой журнал, участвует, везде продвигает свою продукцию. Открыл сыроварню и параллельно сайт – parmesan.ru. Откуда приходят заказы. Моя здесь работа заключается в основном в написании статей на Минселькоз России. Поэтому я предлагаю вам их читать. Есть мероприятие. Я за месяц пишу о нем на Минселькозе. И по итогу пишу. Две статьи по каждому мероприятию. И таким образом вы получаете подробную информацию. Это номер один источник для сельхозконсультантов нашей СМИ. Есть у нас такое еще предложение для вас, коммерческое, под названием «Малина». В Московской области на юге есть свободных 5000 гектаров, которые принадлежат госкорпорации «Малина». Руководитель этой корпорации «Картофельный союз». И они открывают проект. Любому желающему фермеру они готовы предоставить от двух гектаров в аренду на некоммерческой основе, как они заявляют. Чтобы вы начали свое дело. Чем вам это может быть интересно? Во-первых, вы подаете на грант. Имея землю, вы подаете на грант. Как говорил Кончаков Иван Михайлович, если вы здесь не прописаны, не занимаетесь, ничем и не живете, грант вы не можете получить. Через нашу партнерскую программу у вас такой вариант открывается. Второе. Рядом вокруг находятся другие фермеры. То есть уже кооперация. Вам нужно седом. Кто-то там занимается седом. Нужны карманы. Рядом занимаются карманы. Пробежим секретарем по презентациям. Что они предлагают. Как я и сказал. В 80 километрах на юге Москвы находится. Данная презентация будет. У меня в папке, в которой все материалы получатся. Вопросы, реплики, попозже. Описание территории. Что вокруг происходит. Они в аренду дают, да? На некоммерческой основе, как они заявляют. Это может быть. То есть в аренду на практически бесплатно. Товаром закрывают. Нет. Что-то здесь не пропадывали. Кто заинтересуется, кто заинтересуется. Это уже предметный разговор с нашим директором. Поскольку мы подписали с ним соглашение. И еще отмечу. Поскольку мы, в принципе, рядом находимся. Мы таким образом тоже включаемся в курирование данного вопроса. Пусть мы на севере Москвы, а не на юге. Но, тем не менее, все довольно-таки рядом. Что такое ледяное? 5 тысяч гектаров. То есть вы можете взять от 2 гектаров. Потому что подача заявки и наград. Продолжение следует. И, конечно, я не могу сказать, что это не так. Так. Переходим к следующему предложению. Не предложение, а к нашей некой услуге. Это федеральная сеть обмена зданиями, технологиями в сельском хозяйстве. По поручению Дмитрия Медведева мы этот проект исполняли. И суть его сводится к тому, что вся полезная информация из ВУЗов и из НИИ, которая к нам стекается. Правда, она стекается в основном в едином печатном варианте. Но мы это сразу же выкладываем на сайт. И, опять же, повторюсь. Когда вы видите это на сайте, мы обязаны вам предоставить. Если вы запрашиваете, мы должны его отсканировать. Не смотрите на то, что ссылка той или иной темы не активна. Тема вас интересовала. Смело пишите запрос по e-mail или по внутренним каналам связи на нашем сайте. Федеральная сеть, пожалуйста. Кратко покажу те статьи, которые я пишу. Порядка трех статей даю на Минсельхоз. В публикации и в новости, которые разлетаются по всей России. Ну и последний мы проводим мониторинг по всем фермерам, по всей стране. Кто чем интересуется. То есть все стекается к нам. Просто обращу внимание, если кому интересно. В основном интересуются животноводством 24%, растеневодством, ну и другими вопросами. Мы не будем на этом смазываться. По Баварии. Действительно организуется у нас пока довольно пассивная группа желающих перенять опыт Баварии. Москва и Мюнхен побратимые города. И мы обратились в Баварское бюро в Москве, которое согласилось нам помочь, связаться с Минсельхозом Баварии. И есть такое предложение. Организованной группой поехать до Мюнхена. Там нас встретят. Покажут штук 30 различных фермерских хозяйств по различным направлениям. Все эти материалы мы отснимем, опыт изучим, все будет естественно на русский переводиться. Ну и здесь уже будет это внедряться. Будем стремиться как можно дешевле это все сделать. Может быть даже и спонсора найдем. Поэтому присылайте заявки, кому это было бы интересно. Когда, точно пока мы не определились, ждем ответа от этого бюро Баварии в Москве. На один ввык триплей. Если на Ктоперфест попасть, то в октябре, да. А какой опыт перенимаете там? В передовой. Понимаете, что такое Бавария? Это экологическая продукция производится. А может, если сравнить с другой Германией, Бавария, 5 тысяч только частных пивоварий. Понимаете? У них кооперация налажена на высшем уровне. Например, если нужна, есть у кого-то надел земли. Государство платит, чтобы произвести не больше, не меньше. Если меньше, оно страхует. Если больше, оно товар забирает. То есть там фермер обеспечен. Но дело даже не в этом. Чтобы вам произвести сыр или что угодно. Животоводство, растневодство, вам нужна технология. Понимаете? И вот эти курсы, они Бавария, они помогли бы вам стать за короткое время фермерами. Ну а теперь я предлагаю посмотреть фильм часовой, пока мы ждем директора. Она сейчас подъедет и будет вручать вам удостоверение. Давайте посмотрим, что такое фермерство, куда это все идет и вообще. И придет ли куда. Да, и это неизвестно, куда это все придет. А про движение сайта куда-то все это рассказывает? Значит, что касается сайта, мы их делаем. И мы можем помочь, содействовать в продвижении. Делайте нам запрос, и мы будем думать, на какой основе вам это придет. Но вместе с удостоверением вам сегодня выдадут договоры о некоммерческом партнерстве. То есть подписывая которые, мы вам будем звонить регулярно и спрашивать, что вам интересно. И вот вы говорите, нам интересен сайт. Это придет к нам в информотдел, мы предложим вам изготовление сайта и продвижение сайта. Потому что начинающим фермерам понятно, что невозможно. А на некоммерческой основе или там платить что-то еще надо? Это вопрос будем обсуждать. Если, например, вы говорите на некоммерческой основе, на нашем сайте мы можем сделать подраздел. Если нужно сделать серьезный сайт, мы можем допустим по себе слоевности. Либо если директор скажет, это не входит в наше государственное задание, то мы будем думать, как на некоммерческой основе помогать. Пока ответить на это вопросы вам... Ну, можно начинать подходить и за дачком... Но в любом случае, если вы скажете, давайте чего-то начнем, мы на нашем сайте, который довольно-таки посещаемый, порядка полторы-трех тысяч гостей в день, то проблем, думаю, не будет. Я, как редактор сайта, не вижу никаких проблем. Создать информационные карточки. Ну, что ж, позволим теперь фильм. Просьба не шуметь. Во время фильма сейчас мы выключим свет. Надеюсь, что мазить не будет. А может уменьшить этот самый... Качество уменьшить это не будет. Да ладно. Здравствуйте. Более 25 лет российскому фермерству. Человек, который стоял у истоков этого движения, недавно издал книгу. Называется она «Подрезанные крылья российского фермерства». Откуда такой пессимизм? Пессимизм, почему именно сегодня эта книга актуальна, решили спросить. Для него и пригласили его к нам в службе. Посчетный резидент АКОР, доктор экономических наук, профессор Владимир Башмачников. Сегодня наш гость. Владимир Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Федорович Башмачников. Родился 27 марта 1937 года в городе Ишиме, Тюменской области. В 1959 году окончил Уральский государственный университет, защитив диплом по истории аграрных отношений в России. Работал в колхозе Свердловской области, позже в научных учреждениях. С 1972 года во вне экономики сельского хозяйства в Москве. В июле 1989 года стал одним из основателей АКОР. Депутат Государственной думы второго созыва. Занимал и занимает многочисленные посты в различных общественных организациях. Награжден Орденом Почета. Лет пять назад вы издали к нему возрождение фермерства в России, и ее дом дает название гораздо более оптимистичным. Почему же сегодня, когда мы говорим об замещении, когда мы обмечаем несомненные успехи ВПК, название нынешнего труда, оно настраивает на невеселые думы и мысли? Вот ответ такой. Когда начиналась реформа о возрождении фермерства, или, скажем, частного крестьянского хозяйства, решение было принято в 1989 году, работа началась в 90-м году, государственная работа и общественная работа, то это не было спонтанное какое-то действие, ну, скажем, там, часто есть, но приписывали это, или кому-то еще, там, ну, не важно, там, либералам. Это было решение, эта работа была подготовлена, может быть, с меньшим масштабом, чем в Столыпин, но тоже за год, за лет за пять, вызревала, если не за десять, вызревала в России, в Советской России, и за то, чтобы фермерство вызревалось, была в то время и власть, почти все, да, можно отдельно, если райком, мы будем против, и крестьяне, вот, утром анкетирования провела, тогда посиделила, какая была академия, провела, анкетировали, хотели бы вы работать в колхозе, или вот самостоятельное хозяйство, знаете, 10% или даже 15% крестьянских, ну, крестьянских семей заявили, хотели бы, а что такое 10% или 15%? Это более трех миллионов семей хотели бы вести свое хозяйство, не все умели, но хотели, вот, то есть это тоже можно, а сегодня в Америке два миллиона, и во всей Европе около двух миллионов, так что это как раз то самое, что бы и надо было, а больше-то, может быть, и не надо, вот, и хотели, и наука занималась серьезно обоснованием и направлением, как эту реформу в нынешних условиях проводить. То есть я был подготовлен, и поэтому, в общем-то, начальные решения были интересные, серьезные, обсуждение шло, активнейшим на телевидении везде, страна этим жила, это интересно было, журналисты на перегонке об этом разговаривали, и старались люди добрые собрать какие-то, как делать эту реформу, потому что, ну, многим уже вот было очевидно, что на старой системе работы, ну, как бы, вот этот ремонт, все это ухояснили, хоть деньги давай, не получится. Тем более, да, практика была, при Брежневе была программа продовольственная, денег очень много положили, а эффекта не было. Разница между процентом роста денег и результатом прыгнуть. Так вот, началось бурное развитие фермерства. И, казалось бы, да, и работы сразу начали. Удивительное дело, но сразу все это пошло в гору, в производстве. Не просто, и деньги-то небольшие жили, тем более кредитные деньги. Все выделили правительство деньги, 1 миллиард долларов, ну, рубля, ну, долларов, если не 1 миллиард, выделили, заположили эти деньги в основном на депозиты в банк, и фермеры получали, крестьяне-то вот это начиналище, получали кредиты, зная, что за них нужно рассчитываться. То есть, это не была, ну, какая-то афера, это была серьезная, продуманная работа началась. А затем, все это сломалось. А как получилось? Пуч. Привел к развалу страны, к развалу экономики, пришли другие руководители, которые хотели все быстро делать, так сказать, демократы, либералы, не умело делать, и в итоге они поменяли вектор преобразования, решили, что с фермеров это очень много, это надо их там, каждого воспитывать и так далее, не верили в энергию людей. И была программа до пуча, программа ускоренного развития фермерства, она уже была подработана, и правительство должно было его принять. Но после пуча средств уже не было, казната была пустая, экономика перестала работать, она разорвалась, и не наполнялась. И поэтому на это направление, на фермерское, споры были большие, денег государство не смогло выделить. Немного гайдара же пытался, а далее получили бурное развитие цен, огромный перекос цены на продовольствие и на машины сельскохозяйственные, и фермерство, количественный рост фермерства остановился. А экономисты-либералы, после Гайдаровского уже, скажем, после Гайдаровского, они к концу десятилетия торгов, 90-е годы, они пришли к выводу, что вот сейчас нужно просто сделать проще работу, реформу. То есть, председатели колхозов, бывших советских, переделать в капиталистов, а колхозы сделать капиталистической собственностью этих председателей. Крупное предприятие, у нас все верили в крупное производство, это изначально, сейчас время был помещичек, ну, в крестьян никто не верил тогда, и вот они новые не верили. И в итоге, они поставили крест на самой задумке, на самой стратегии философии фермерской реформы, а не до столбикинского. А решили положить, ну, как бы, основное направление, это крупные церковные предприятия. Поначалу, только те, которые колхозы-сорхозы, бывшие, переделать их в сельскохозяйственные капиталистические крупные предприятия. И они будут, надеясь, и они пойдут работать, как фермеры. Ну, при этом надо сказать, что да, даже из этих колхозов, которые были национированы, в итоге все-таки не выжигают, потому что еще была такая общая тенденция от правительства думать о том, что продовольствие нам не очень-то и нужно, мы его купим за границей. А сейчас тоже не секрет. Вот все-таки, в последние десятилетия ситуация, оказалось, начала меняться с принятием, в том числе, дарвина продовольственной безопасности. Пять лет назад пошло возрождение секторов. В целом, но опять же, оно, конечно, пошло через возрождение крупных производств. Что в это время происходило в секторе фермерском, и как, вот почему все-таки от возрождения фермерства в России мы сегодня говорим о подрезанных крыльях? Кризис фермеров за те последующие годы, до сегодняшнего дня, не гроза, в тех времен, как первые запреты реформы. Но, кассивно, те фермеры, которые были созданы в ту пору, это было около 300 тысяч, сегодня где-то 250 считается, они работают, наращивая объемы производства. И у нас вот этот сектор, он небольшой по количеству, не 3 тысячи, а 300, даже меньше 300. Но по объему производства, те же приростные ежегодные за все эти последующие 15, может быть, или так, они более высокие, здравствуйте. Здравствуйте. господин Горик. Снимай, снимай, снимай. Наш с вами столь длинный марафон, практически 6 дней, и завершается. За эти дни, я думаю, вы узнали много нового, что-то вам показалось интересным и важным, что-то вы решили, что точно будете использовать в своей практике, что-то вы решили, что точно не будете использовать в своей практике. я думаю, что ту информацию, те знания, которые вам дали, так или иначе, как в качестве информационного, для вас важна. Одна из самых главных задач, которые мы здесь ставим, и которые, я думаю, что реализовываются на этих курсах, это задача, чтобы вас всех познакомить. И мне бы хотелось, чтобы вы между собой узнали, как вас зовут, познакомились, видите, как хорошо. Вот уже и получилось. Потому что, мне кажется, одна из самых важных задач, это то, чтобы вы стали знакомы, чтобы вы могли передавать опыт непосредственно друг другу. Потому что опыт, какой-то помощь, какие-то советы. Потому что все равно вы пробыли эти дни, вы уже узнали возможности друг друга. Это важно. И это тоже первоочередная задача, чтобы создать некую сеть экспертов, сеть сельхозтоваропроизводителей, фермеров, которые работают, которые знакомы друг с другом, которые могут помогать друг другу в разных ситуациях. Мы живем сложной жизнью, у нас всегда разные события происходят, и поэтому друг от друга самая лучшая вещь. И мы бы хотели быть вам всем основным другом, товарищем, помощником, партнером во всех сферах вашей протрудовой жизни, да и личной тут же, в том числе. Потому что дружить это приятно. И наш центр предлагает вам такую, одну из форм наших услуг, я об этом говорила в первый раз, об создании договора информационно-консультационных услуг. То есть мы предлагаем вам заключить договор с нами на сопровождении. То есть вся информация, которая будет новая, приходить, мы будем вам адресно отправлять конкретно. Этот договор идет у нас, он для вас бесплатный. То есть у тракта у вас работа. Если вам это интересно, и вы хотели бы получать адресную информацию, то я попросила бы вас заполнить вот эти договора сейчас. Сейчас вам разговор. Те, кто хочет, берете, кто не хочет, не берете. Значит, второй момент, второй момент, мы переходим, это такой, так называемый, в уровне абонентских договоров. Второй уровень абонентских договоров, который будет предлагать, это коммерческие договора уже на более серьезной работе. На разработку бизнес-плана, на сопровождение уже сопровождение того же агронома, зоотехнику, который у нас есть, это уже другие договора. Есть такая форма, Да, да, да. Вы можете привлекать наших специалистов, наших агрономов, и выезд... А как сказали фамилии Алексея? Саленко. Значит, и если вам интересно вот участие того же агронома, то мы с вами заключаем договор на выезд. Выезд в день у нас 100 грамм, 10 тысяч, плюс ваш трансфер питания. Что еще? Это отдельная форма. Если, например, вам нужна грантовая поддержка, подготовить договора для грантов, сделать бизнес-планирование, то это тоже можно обратиться к нам. Вопрос по технологии, в том числе. Следующий момент, который у нас... Ну, смотри, если просто для брак, то это для нас... Да. Если для инвест-проекта, то это уже, конечно, какие деньги, другие разговоры. То есть, это тоже можно обратиться на эти деньги. Значит, следующий момент. У нас с вами... Сейчас, конечно, сезон такой уже активный, но у нас будет организованы уже краткосрочные курсы уже вне бюджетного плана. Что они из себя представляют? Это будет трехдневный специализированный курс. Сейчас, в июне, в мае, у нас будет первый курс. Трехдневный курс. 17-го по 19-е мая у нас будет курс по агротуризму. То есть, как организовать агротуризму, ростевую дом и все такое. Ирина Михайловна, вам это расскажет более подробно. Это уже бюджетный, внебюджетный курс. Они короткие, быстроспециализированные. Дальше, в июне, у нас будет курс по рыбопроизводству, по прудово-закрытому рыбопроизводству. Значит, дальше у нас будет по коневодству отдельно курс. Это будут трехдневные курсики. Они будут вам приходить. Платные? Платные. Это платные. Это уже вне бюджета. У нас на этом бюджета нет. Бюджет у нас ограничен. Но они будут достаточно специализированные. Мы будем приглашать именно специалистов узкопрофильных. И они будут три дня вам конкретно по этому профилю еще делать от начала до конца. Следующий у нас будет курс по гусям и уткам, водоплавающей птицей. Это будет наш большой проект. Значит, то есть вот эти курсы будут вам приходить. У меня к вам просьба. Если вас это интересует, например, то вы нам отвечаете. Например, меня интересует, я пойду сейчас. Да? Ну вот в эти даты. Или меня не интересует, но сейчас не могу. Но это вот то, что входит в зону моих интересов. То есть я непременно пойду, но так просто сейчас по времени получается. То есть, чтобы мы понимали, какой объем нагрузки. Они будут короткие, они будут обязательно с выездом на конкретное хозяйство, где все это делается. То есть это такие уже профильные курсы. Следующий момент, который я тоже бы хотела бы обратить ваше внимание. Программы нет еще? Пока вывеченной программы нет. Мы сейчас доработаем на майске. У нас просто, знаете, вот так вот. Мы немножко не успеваем. Значит, и к маю у нас она будет перед майским праздником. Следующий важный момент, который бы я хотела обратить ваше внимание. Пожалуйста. Мы сейчас собираем совет экспертов в рамках нашего центра. Что это значит? Мы хотели бы создать такую базу людей, которые занимаются сельхозтоваропроизводством и которые являются экспертом уже в чем-либо, в каком-либо своем направлении. Вот, собственно, в предыдущей группе мы узнали, что у нас шикарные эксперты по коневодству, оказывается, учились, да? и там на показоводство, у которых уже 10 лет практики, которые уже вполне реализовались в этой сфере, то есть у них уже свои комплексы, организации. Мы их привлекаем в качестве преподавателей, в том числе, и в качестве экспертов по вопросам. Ну, вы понимаете, что мы бюджетная организация государственная, мы держать огромный штат всего, что есть, не можем, у нас просто на это денег нет. Поэтому мы с удовольствием приглашаем вас. И так как я не знакома и, ну, в силу обстоятельств не могу познакомиться с каждым, я попросила бы от вас социальной активности. Тот, кто чувствует себя специалистом в какой-либо области, просто скажите нам об этом. Просто скажите. Вот это мое направление, я этим занимаюсь вот столько-то лет. Вот мы, это не значит, что мы там завтра к вам придем, там что-то будем. Это нам нужно, чтобы, вот смотрите, какая большая идея. Вот много начинающих, сейчас очень большая волна идет, но есть люди, которые прошли определенный путь. Они уже наломали себе и дров, и уже что-то сделали, у них же есть вот этот вот практический опыт. Потому что теоретиков много, практиков мало. Вот мы хотим создать вот такое вот сообщество, большое сообщество практиков. Это эксклюзивная тема, такого еще никто не делает. Все обычно сидят на каждом своем практике. Поэтому, дорогие друзья, если вы что-то умеете, не стесняйтесь, не скрывайте об этом, скажите нам. Мы тоже будем за вас рады. И у нас есть журнал, вестник сельскохозяйственного консультирования. И в этом вестнике мы готовы делать материалы о вас, репортажи о вас, о вашей деятельности и пиарить вас в ваших регионах. Что тоже очень важно, потому что пиарская деятельность в нашей практике, это тоже очень-очень серьезный момент. Причем я знаю, что вы здесь из разных регионов. Это тоже важно, потому что очень часто есть запрос, издалека мы туда не сможем, например, у нас не хватит ресурсов. Но ведь у нас там есть эксперты, мы можем вас предложить как эксперта центра, в основном с федеральными фактически эксперты по направлению. Поэтому не скрывайте таланты. Это еще один момент. Итак, у нас с вами есть не коммерческий договор об общем сотрудничестве. Есть коммерческие договора непосредственно под задачу. Если кому-то интересно, мы тоже это возьмем, запишем и потом доработаем. Следующий момент, это у нас коммерческий, курсы, которые идут по направлениям уже конкретно. Потом от вас экспертные предложения. И еще тоже важный момент. Мы будем вам скидывать информацию. Информацию, которая идет из научных учреждений. Я об этом говорила. И вы будете ее получать, и может быть, вы что-то будете использовать на практике. Ну, я знаю, что многие из вас экспериментаторы в душе. И вы, например, попробовали то, что они предлагают. И у вас, например, ну ничего не получается из того, что они описывают. Не скрывайте, пишите нам об этом. Потому что это очень важно. Так как вот этой связи обратной нет. У нас вроде как мы такую инновацию, инновацию притащили, инновационную, со страшной силы. Она не работает на земле. Она работает только в жестких, экспериментальных условиях. Поэтому... Поэтому... ...